Это спутник для фотографирования Земли. Сейчас подлетают к побережью Бразилии. Это зона радиовидимости. Как только спутник приближается сюда, он появляется на этой диаграмме. Размер имеет значение, если речь идет о космических аппаратах. Теперь вместо громадных устройств в приоритете наноспутники, вес которых не превышает 10 килограммов. Запускать их выгоднее, а качество при этом не страдает. Они меньше, поэтому создание их дешевле происходит. Во-вторых, они легче, поэтому запуск на орбиту тоже приходится дешевле. Ну и за счет компактных и унифицированных решений можно производить их достаточно быстро. Здесь, в Сколково, находится первое частное российское производство наноспутников. В этих стенах космические аппараты проходят путь от 3D-моделей до реальных образцов. Наноспутники изготавливают по стандарту КубСАТ. Он определяет габариты, необходимые для соединения спутника с ракетой-носителем. Вот так выглядит готовый наноспутник. Он достаточно миниатюрный и весит всего 4 килограмма. Сейчас на орбите находятся 5 таких аппаратов. Ну а этот отправится в космос уже в декабре. Правда, сначала спутник нужно подготовить к полету на Земле. Например, в космосе всего за полтора часа температура аппарата меняется от минус 60 до 100 градусов. Похожие условия имитирует термокамера. Она позволяет охлаждать или нагревать до определенной температуры. Проводим, собственно, термоиспытание аппарата, чтобы он правильно работал в нужном диапазоне. Системы ориентации и стабилизации отрабатывают на тренировочном стенде. Так ученые могут спрогнозировать поведение спутника на орбите. Вот эта вот клетка, которая здесь есть, она моделирует магнитное поле. Мы создаем излучение. Сам спутник находится на аэроподшипнике. Таким образом, он не ощущает влияние гравитации и находится как бы в невесомости. Над созданием одного такого аппарата работают 15 человек. Весь процесс занимает минимум полгода. Сегодня малые спутники помогают решать большие задачи. Большое количество данных, которые могут эти маленькие аппараты предоставлять, это, например, о магнитном поле Земли, о ионосферных излучениях, получать данные о движениях атмосферы, контролировать движение судов в Мировом океане. Эти и другие данные аппарат собирает в среднем пять лет. Вопрос выведения спутников с орбиты стал особенно актуальным. Ведь прямо сейчас там находится более семи тонн космического мусора. Решить проблему управления наноспутниками поможет двигатель «Вера», над которым работают инженеры Нияуми-Фи. Сейчас мы будем обтачивать заготовку для изготовления изолятора двигателя. Он же одновременно является и рабочим телом. Игорь Егоров сам изготавливает изоляторы и магнитные системы, собирает конденсаторные батареи. Работать приходится много, но результат того стоит. Ученый конструирует самый маленький в России и в мире двигатель для спутников. Преимущество – это малые габариты и масса, а также малое энергопотребление. Ну и, кроме того, полная безопасность в выключенном состоянии. Идея возникла в 2019 году, а первые испытания весьма символично состоялись 12 апреля 2021 года. Сейчас механизм запуска двигателя уже налажен. У нас, как двигатель работает, заряжаются конденсаторы. Когда они достигли максимального заряда, происходит разряд внутри вот этого канала. Образуется плазма, вылетает. Все это происходит буквально за тысячные доли секунды. А вот как это выглядит вживую. Правда, не на орбите, а в таком вакуумном стенде для огневых испытаний. Здесь условия максимально приближены к космическим. Нахождение в камере сравнимо с полетом на высоте 150 километров. Вот этот вот цилиндр из пластика, он является рабочим телом. В процессе работы он постепенно превращается в плазму, и плазма выбрасывается, чтобы создать тягу. Плазменные двигатели помогут решить еще одну важную задачу – разведение группы спутников по разным точкам орбиты. Контролируемая площадь станет больше, а значит количество информации только возрастет.